Вера.Веситель Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир» Вести ее мне помогает обозреватель Иван Семенов Здравствуйте! Ваши вопросы митрополиту Илариону присылайте на сайт нашей программы vera.vesti.ru Владыка, с понедельника начинается, как в церкви это говорится, сырная неделя по народному масленице. Мы получаем много вопросов на этот счет. Вот пишет наша зрительница Ирина. Скажите, пожалуйста, как правильно отмечать масленицу? Нужно ли делать что-то особенное? Масленицей называется последняя неделя перед началом Великого Поста. По церковному уставу в эту неделю нет постных дней, то есть в среду и пятницу нет поста, но в течение всей недели уже нельзя есть мясо. Это связано с тем, что организм человека постепенно подготавливается к подвигу Великого Поста, когда в течение семи недель, если считать пост вместе со Страстной Седмицей, нельзя будет есть ни мясные, ни молочные продукты, а только растительную пищу и только в некоторые дни можно будет есть рыбу. Вообще, надо сказать, что устав поста, он к нам пришел из Византии, и это монастырский устав. Поэтому не всегда и не все способны, бывает, выдержать в полной мере Великий Пост и другие посты. И каждый мерянин этот вопрос должен обсуждать со своим духовником. То есть, если нет возможности в полную меру поститься, тогда, по крайней мере, надо поститься в какую-то частичную меру. Но и кроме того, строгие правила поста не распространяются, конечно же, на младенцев, на грудных детей, на стариков, если они находятся в трудном физическом состоянии, и вообще на людей больных. Для больного человека существует определенная диета, которую он вырабатывает для себя сам, совместно со своим врачом и, опять же, совместно со своим духовником. Что касается Масленицы, то, согласно церковному уставу, это неделя, которая является подготовительной к Великому Посту, но, согласно уже многовековому народному обычаю, это неделя всяких гуляний и празднеств, связанные именно с тем, что предстоит долгое время воздержания и покаяния. И существует обычай, это не церковный догмат, это не церковная какая-то установка, это просто обычай, что на Масленицу пекут блины, на Масленицу ходят в гости, а также бывают разные ярмарки и другие развлечения. В этом нет ничего греховного, если это не превращается в повод к пьянству или к распутству. Блин, как я понимаю, он просто удобно съедаем со всеми теми продуктами, которые еще позволяют скушать. Ровно вот такова, наверное, причина. С икрой, с селедкой, со сметаной и так далее. Но, во всяком случае, опыт показывает, что те люди, которые Масленицу проводят в объедении и пьянстве, если они потом пытаются начать Великий Пост, так как это предписывает церковный устав, им бывает очень трудно. То есть, основной смысл Масленицы все-таки в том, чтобы именно постепенно приготовить тело человека к Великому Посту. Знаете, у меня знакомый батюшка говорит, не заговеешься, не попостишься. А не в том, чтобы как можно больше наесться, как бы в запас на 7 недель. Мы же не пингвины и не пеликаны, которые могут пищу как бы в запас в себя принять и потом этой пищей жить. То есть, заговляться с осторожностью все-таки, вы советуете? Заговляться, я бы сказал, с умеренностью. Вообще, умеренность, она хороша во всем и всегда. В любое время года, будь то Масленица, Пасха, Рождество. Если человек контролирует количество того, что он ест, качество того, что он ест, то это всегда пойдет только на пользу. Владыка, Масленица, это время еще и выставок православных, ярмарок, поскольку народные гуляния проходят, то это все связано, часто бывает, с какой-то торговлей. Вот мы получили вопрос от нашей зрительницы Анны. Насколько я это могу наблюдать, часто людей ужасно раздражает, что такие балаганы, которые устраиваются на Масленицу, называют православными ярмарками. И они ропщат и пеняют на церковь. Скажите, церковь имеет к этому какое-то отношение? Вот она спрашивает. Но вы знаете, церковь не имеет прямого отношения ни к балаганам, ни к ярмаркам, но некоторые православные так называемые ярмарки устраиваются для того, чтобы, например, какие-то приходы или монастыри могли там выставлять и продавать свою продукцию. И средства, получаемые от этой продажи, идут на, допустим, восстановление и на жизнедеятельность того или иного монастыря. И здесь это вполне естественно и оправдано. То есть, например, некоторые монастыри производят мед или, допустим, сыр или предметы шитья или даже ювелирные изделия. И вполне законно и нормально, что они могут эти предметы продавать и на вырученные деньги существовать. Ведь каждый монастырь должен на что-то жить. И, как правило, монахи питаются своим трудом. Некоторые монастыри занимаются книгоиздательской деятельностью. И, например, книжная ярмарка на Масленице это вполне оправданное и полезное мероприятие. Если же это все превращается в балаган, или если к таким ярмаркам подмешиваются какие-то люди или организации, имеющие мало общего с православием, то, конечно, это опасно. И не всегда это возможно проконтролировать. Владыка, вот мы отправили нашего корреспондента в поле на постоянно работающую православную ярмарку, которая проводится в Москве на ВДНХ, на бывшей выставке достижений народного хозяйства. Давайте посмотрим репортаж. Чем отличается православный мед от меда мирского и можно ли вообще торговать под вывеской православия? Участники этой ярмарки считают, что можно, потому что торгуют, по их словам, не ради наживы, а собирают средства на благотворительность, строительство и реставрацию храмов, помощь бедным, содержание приютов. Вот эти изделия, такие чудные ангелочки, шьют ребятишки, девчонки, которые находятся в приюте. Отец Георгий приехал из Адмуртии. На ярмарку он привез икону святителя Спиридона Тремифунского, к которой могут приложиться все желающие. Иконы поменьше на продажу у ангелочков. Все вырученные средства пойдут на помощь сиротскому приюту и на строительство храма. Но отец Георгий считает, что выручка на православной ярмарке не главная. Мы, как священники, как служители Божьи, должны людям рассказывать о православии в России. Что, это знаете, я бы назвал это вне храмовой проповеди. А на соседнем стенде частная антикварная лавка и монастырь. Антикварам выручка от продажи старинных книг и икон, монастырю, плата за заказ молебнов. Как ни странно, основной товар на этой ярмарке и товаром-то назвать нельзя. Его не увидеть, не потрогать и с собой не унести. От двадцати до тысячи рублей. И за вас и ваших близких помолятся монастырские старцы и настоятели приходов. Если верить списку, такие молитвы помогут во всем. От поиска мужа и торговли, до избавления от головной боли и даже лечения онкологических заболеваний. А вот на этом стенде лечиться предлагают уже вполне осязаемыми предметами. Платочками, варежками и сухариками, освещенными на мощах. Людей, верующих в такую целебную силу, немало. В павильоне пустых мест нет, значит, расходы участников на аренду стенда окупаются с лихвой. Стоимость аренды организаторы нам назвать отказались, как, впрочем, и комментировать что-либо на камеру. Но главный вопрос не объем выручки, а то, действительно ли эти средства пойдут на благое дело, а не в карман мошенников. Организаторы этой ярмарки утверждают, что требуют от всех участников письменное разрешение отправящего архиерея, как гарантию того, что выручка будет использована по назначению. Но случаи, когда на ярмарку проникали не совсем православные люди, все-таки были. Проникаются разные персонажи, а поскольку мой опыт, личный опыт, 12 лет участия во всех этих выставках, ярмарках, то я уже навскидку вижу, где приверженцы секты Славика, где какие ходят богородичный центр со своих вербовщиков, какая секта, где осела. И, естественно, потом подхожу к руководителям, организаторам и предупреждаю по-братски, прежде всего, устно, о том, что вот такая, такая негативная вот есть такая здесь персона, и желательно ее выдворить, что и делается незамедлительно. Должны быть правила строгие, четкие, каждому, доведенные до каждого участника. Православное радио Радонеж существует только на пожертвования. Для них участие в ярмарках вопрос выживания. При этом они не торгуют в прямом смысле слова, а предлагают внести пожертвования за диск с фильмом или музыкой. С миру по нитке набирается не только на поддержание технической базы и выплату зарплат, но и на развитие. В прошлом году Радонеж начал вещание в ФМ-диапазоне. Как и для православного радио, для многих храмов и монастырей участие в ярмарке единственная возможность собрать более-менее значительную сумму. На одной из ярмарк приход отца Георгия собрал деньги на колокола для строящегося храма. Владыка, вот мы видели в этом репортаже всякие освещенные целительные предметы. Как бы освещенные на мощах, вроде бы, как говорят люди, которые их предлагают. В том числе, например, варежку, освещенную на мощах целителя Пантелеимона, которой нужно дотрагиваться в целях исцеления до больных органов и мест. Как вот относиться к такого рода продажам? Но, вы знаете, я лично достаточно скептически отношусь к такого рода предметам, потому что я считаю, что, вот, например, есть монастырь. В этом монастыре жил великий святой. В этом монастыре хранятся его мощи. Вот, допустим, троица Сергиева Лавра. И там мощи преподобного Сергия Радонежского. Вот мы можем туда приехать, поклониться мощам, помолиться преподобному Сергию. Может быть, приложить к этим мощам икону его и потом ее принести в дом. И вот это будет та святыня, которая, с одной стороны, она действительно имела прикосновение к мощам святого, но, с другой стороны, она связана с неким нашим собственным религиозным опытом. То есть, мы не пошли на ярмарку и не набрали там каких-то предметов, которые где-то кто-то куда-то положил. Варежки или там какие-то другие предметы. А мы съездили сами, мы поклонились, мы помолились. И вот этот предмет, допустим, икона, приложенная к мощам преподобного Сергия, она остается у нас как память о нашем собственном переживании. Поэтому вот очень важно и прекрасно и здорово, что в церкви происходят чудеса, но нельзя эти чудеса превращать в какой-то фетиш, нельзя чудесами торговать. Вот о чем хочется мне сказать. Владыка, вот при этом на этой ярмарке в некоторых местах принимают записки. Причем записки принимают по сложному призкуранту, простая, заказная, с чтением на сугубо ягтенье, с вниманием частиц, без внимания частиц. Даже моя корреспондентка, которая, человек уже достаточно опытный, она обратилась с недоумением некоторым, что означает вся эта система призкуранта. Эта система и у меня лично вызывает недоумение, потому что, ну, опять же, вот вы приходите в храм на литургию, вы хотите, чтобы на проскомедии священник вынул частицы за ваших родственников, живых и умерших. Вы подаете записку, эта записка тут же прочитывается, вам потом выносится просфора. В этом всем есть некий элемент вашего участия. Если вы приходите на какую-то ярмарку, сдаете там эти имена, потом их куда-то везут, где-то в храме читают, а вы занимаетесь при этом своими какими-то другими делами, то вот эта полная как бы диссоциированность вашей интенции от того момента, где потом будет происходить эта молитва создает какую-то странную атмосферу этого всего. Я бы сказал, что не следует такими вещами злоупотреблять. Лучше, опять же, пойти в храм соседний, не ехать куда-то на ярмарку, пойти в соседний храм или съездить в монастырь, прийти на литургию. На этой литургии подать записки, чтобы священник в алтаре помолился, а вы бы сами от себя помолились, вы бы причастились на этой литургии. Вот тогда это будет иметь реальный смысл и реальное наполнение. Владыка, вот еще часто на таких ярмарках бывают совершенно конкретные храмы, и совершенно конкретные даже стоят люди, и даже священники бывают от этих храмов, которые вот возводятся или их ремонтируют, реставрируют. Можно внести пожертвование на так называемый именной кирпич, то есть это кирпич, на котором будет написано твое имя, причем жертвует, как правило, человек больше, чем, конечно, стоит один кирпич. Но при этом вот кирпич с его написанным именем будет вмонтирован в стену и навсегда, потом он может быть заштукатурен, но тем не менее человек будет знать, что вот кирпич с его именем оставлен вот в храмовой стене. Вот что вы об этом думаете? Ничего плохого в этом не вижу. Я думаю, что человек может рассчитывать на то, что его личное участие где-то и как-то будет отмечено. Ведь не случайно мы, если, например, храм восстанавливается на средства какой-то крупной компании, то мы потом можем изготовить доску и прямо на храм повесить, что этот храм был построен или был восстановлен на средства такой-то компании или такого-то конкретного человека. И это древняя традиция, что имена спонсоров где-то выписывались, даже их изображения бывали в церквах. Например, в византийских многих храмах, в притворах храмов, при входе в храм изображаются наряду со святыми те люди, которые являлись строителями или ктиторами этого храма. Например, тот или иной император, тот или иной боярин или представитель аристократии, который внес основной вклад на строительство этого храма. Владыка, давайте познакомим наших зрителей с новостями, которые привлекли наше внимание на этой неделе. В Голицынском кабинете Первой Градской больницы яблоку негде упасть. Все эти люди собрались здесь, чтобы честить вот эту маленькую скромную девушку. Ведь Марина стала двухтысячным другом милосердия. Марина Николаевна Билан. Таких, как Марина, собирали по крупицам. И за три с лишним года набралось две тысячи человек. Тех, кто готов ежемесячно жертвовать хотя бы один процент от своего дохода на благотворительные церковные проекты. Впрочем, как оказалось, те, кто хочет поучаствовать в деле помощи несчастным, одними деньгами не ограничиваются. Я встретилась с воспитанниками одного из детских домов в Марфо-Маринской обители во время одной из рождественских елок. Деда Мороза я не идентифицировала, а вот Снегурочка была одна из сестер в образе Снегурочки, но мне кажется, очень здорово получилось, потому что она хорошо смотрелась. Официальную часть долго не затягивали. В коридоре молодые исполнители из Центра оперного пения Галины Вишневской уже ждали своего выхода на сцену. Они исполнили для Марины и собравшихся оперу Евгения Онегина. Из окна вроде как для колокольни нет места. Ее пока нет, но мы думаем, что будет на звонец сделано. Колокольня по проекту изначально предусмотрена не была. Храм строится в спальном районе, но после обращения местных жителей для нее все-таки нашли место. Для самого храма Дмитрия Донского место выбрали не случайно. Инициатором строительства выступила уже сформировавшаяся церковная община жителей этого района. На церемонию освящения закладного камня пришли почти все. Руководствовались мы в первую очередь тем, что поблизости нет храмов, а народу, проживающего здесь, народ, проживающий здесь, исчисляется десятками тысяч человек. Программа 200 храмов предусматривает строительство церквей в густонаселенных спальных районах в пешей доступности для верующих. Главная цель разгрузить центральные храмы, которые в праздничные дни не могут вместить всех желающих. Проекты предусмотрены в основном типовые, но будут и исключения, как, например, этот храм. Он строится по индивидуальному проекту на благотворительные средства. Все расходы взяла на себя строительная фирма, которая и проводит работы. А руководит ею, кстати, мусульманин Гаджи Гаджи Мусаев. Владык, вот мы слышали, что этот храм вот на Полярной возводит фирму, руководитель которой заслуженный строитель России Гаджи Гаджи Мусаев, мусульманин. Как вы относитесь к тому, что православный храм строит фирма, руководимая мусульманином? По-моему, это очень положительное явление, что сегодня в воссозидании нашей страны и в созидании храмов участвуют не только православные люди, но и представители других традиционных конфессий. Это как раз свидетельствует о той высокой степени солидарности между представителями традиционных конфессий, которые сегодня достигнуты. Я не так давно принимал участие во встрече Владимира Владимировича Путина с руководителями традиционных конфессий России. И вот, что меня более всего поразило, это та солидарная позиция, из которой выступали представители конфессий. Причем все практически сказали добрые слова в адрес Русской Православной Церкви, как Церкви большинства, как самой крупной религиозной конфессии. И это было для меня очень радостно и очень поучительно. Я думаю, что если будет сохраняться вот такая атмосфера между религиозными лидерами, между духовенством, а самое главное между народом, то есть представителями разных конфессий, то вот тогда мы сможем воссоздать сильную и духовно богатую страну. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Я хотел бы вам в завершение напомнить слова апостола Павла. «И так не будьте нерассудительны, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Всего вам доброго и дохранит вас всех Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова